Я донор, я дарю жизнь. Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови. В этот день чувствуют люди, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, необходимую для спасения человеческих жизней. Подробности далее. Донорство – это настоящий подвиг. Отдавая немного собственной крови, человек спасает жизни незнакомых ему людей, детей, взрослых. Так, в Центре крови в честь праздника прошла акция для всех желающих. В прошлом году донорами стали 4568 человек, из них более тысячи – это первичные доноры. Почему важно донорство? Человеческая кровь – это незаменимое лекарство. Аналогов еще к нему не придумали. Поэтому доноры нужны каждый день. Люди у нас неравнодушны, они не остаются в стороне и принимают активное участие в популяризации донорства и вообще в донорском движении. Каждый год по традиции в этот день нагрудным знаком почетный донор России награждает тех, кто благородно и безвозмездно внес вклад в развитие добровольного донорства крови и ее компонентов. Также по закону им положена ежегодная денежная выплата, оплачиваемый отпуск в удобное время года, внеочередное оказание медицинской помощи, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок в санатории, а также льготный проезд. Первый раз сдал кровь я осознанно в 18 лет, именно на свое день рождения, 18-летие, совершеннолетие можно сказать, так как я понимал неоднократно, что кровь это жизнь человека. Я пошел по стопам своих родителей, то есть у меня сдает кровь и мама, и папа, мама очень много раз сдавала и к этому все-таки пришел я от своих родителей. Хотелось бы обратиться к молодому поколению, чтобы они пошли, все-таки сдали свою кровь. Для нас, как для доноров, это ничего не значит, но мы, все-таки наша кровь спасет чью-то жизнь. В студенческие годы однокурсники попросили сдать кровь для его родственников, который в аварию попал. Первый раз сдал, потом еще через полгода кто-то просил пересдать. И вот так в привычку вошло уже, потом в дальнейшем врачи объяснили, что кровь сдавали, это полезно. А потом уже сделали предложение стать кадровым донором, и вот уже в течение 5-6 лет сдаю регулярно. Сдавая кровь, я надеюсь, что помогаю людям, спасая жизнь кому-то. Также в центре крови вы можете стать донором костного мозга. Все желающие от 18 до 45 лет могут вступить в этот регистр. Напомню, с сентября 2022 года в России был создан федеральный регистр доноров костного мозга. На сайте госуслуг можно подать заявку в разделе «Здоровье. Регистр доноров костного мозга». Прийти к нам, сдать 3 мл крови, и эту кровь будет направлена в типирующую лабораторию, где узнают ваш генетический код, HLA-код, который будет внесен в эту базу. И с этого момента вы будете участвовать в поиске. Если произойдет совпадение донор-рецепиент, то вас повторно обследуют. Если нет противопоказаний, то допустят к донации. Необходимый резервный запас крови может обеспечить только регулярное, добровольное и безвозмездное донорство. Важно помнить, что основная направленность донорства – это помощь нуждающимся больным. Наталья Доржио, Борис Анжураев, Анатолий Кожимбаев. Информационная программа «День республики».